Это у нас 14-й урок разговорного тренинга по немецкому языку для начинающих, уровень А1. Какие темы мы затронем в этом уроке? Итак, тема этого урока будет у врача. То есть тема будет у врача. Что конкретно мы разберем? Два способа сказать «у меня болит что-либо», соответственно, выучим части тела, основные заболевания, такие как простуда, грипп, самое-самое основное, чтобы можно было что-либо сказать. Основные лекарства. И также разберем несколько аудиодиалогов, там где у нас говорит врач с пациентом. Разберем детально эти диалоги, и вы сможете набраться слов соответствующих и применять их на практике. Итак, основные фразы, которые вам может задать врач, если вы пришли к нему, это «Was fällt ihnen?» На что жалуетесь? «Was fällt ihnen?» Насловно «fällen» это «не хватать». Что вам не хватает? «Was fällt ihnen?» Может быть вопрос «Где у вас боли?» То есть «Где у вас боли?» «Wo haben sie schmerzen?» «Schmerzen» это «боли». «Где имеете вы боли?» Итак, «Was fällt ihnen?» «Wo haben sie schmerzen?» Теперь давайте посмотрим, какие части тела. Наверняка некоторые из них вы знаете. Некоторые, возможно, даже, скажем, умноженное число, скорее всего, вы не знаете. Для того, чтобы нам сказать, что у нас что-то болит, мы должны знать, как это называется. Рука или руки у нас. Рука у нас «die hand», руки «die hände», «hände». Палец «der finger», пальцы «die finger», «serz» «das herz», «mein herz», «dein herz» и так далее. Голова «der Kopf», «глаза», «die augen», «нос», «die nase», «горло», «der hals», «нога», «das bein», «ноги», «die beine». То, что в скобочках это умноженное число, и будет везде «die» это умноженное число. «Die beine», «die finger», «die hände», «спина», «der rücken», «der rücken», «der rücken», «грудь», «die brust». Основное, что, скорее всего, вам может понадобиться, ну, может понадобиться, может не понадобиться, но чаще всего, да, может быть сердце, может быть голова, да, нос, горло. Да, простудные какие-то заболевания. Вот, вот эти вот вещи. «Das herz», «сердце», «голова», «der Kopf», «нос», «de nase», «горло», «der hals». Итак, для того, чтобы нам сказать, что у меня что-то болит, мы можем объединить это слово. Первая часть будет тот орган, да, или место, где у вас болит. А вторая часть, это осуществлено будет слово «schmerzen». Например, у меня болит голова, «ich habe Kopfschmerzen», у меня болит сердце, «ich habe Herzschmerzen», у меня болит горло, «ich habe Halsschmerzen», и так далее. Понятно, да? Принцип понятен. Сначала первая часть, да, то место, где у вас болит, и потом «schmerzen» добавляем. Я имею это слово. Второй способ, который вы должны обязательно знать, это следующее выражение. «Tut mir weh», у меня болит голова, например, «de Kopf tut mir weh», у меня болит сердце, «das Herz tut mir weh», у меня болит горло, «der Hals tut mir weh». Если что-то во множественном числе, например, пальцы, «de Finger tun mir weh». «Tun» — это как аналог «machen» делать, да, и здесь у нас что-то, вот голова, одна, единственное число, да, «tut», окончание «t», «herz» у нас тоже единственное число, «tut», «hals» тоже «tut», умноженное число «tun». Понятно, да? Дословно это переводится как «делает мне больно», то есть голова делает мне больно. «De Kopf tut mir weh». Это выражение, мы запоминаем его. Дальше идем. Насморк. «De schnupfen», «de schnupfen», «kashel», «de husten». Обычно говорится без артикля, но артикль нужно знать, потому что если вы отрицаете, вам нужно знать, вот, одним словом, род, да, этого существительного. Хорошо. «У меня сильный кашель». «Ich habe starken husten». К слову «stark», да, сильный, мы еще добавляем «en». Почему? Потому что то, что мы имеем, в данном случае, «я имею сильный кашель», да? То, что мы имеем, мы ставим в акузатив. И у нас существительное «de husten» мужского рода. В акузативе артикль принимает окончание «en», то есть «den husten». Вот эти вот две буквы «en», «en» переходит на прилагательное, если нету артикля. То есть, вот «dear», да, было первоначально. Убираем, будет «starken», окончание «en», свидетельствует о том, что это мужской род и акузатив. «Ich habe starken husten», например, «у меня нет кашля, но есть насморк». «У меня нет кашля», мы здесь отрицаем, да, «kashel», «husten». «Ich habe keinen husten», видите, для чего нам нужно знать род существительного, чтобы правильно поставить здесь окончание. Ну и, собственно, и здесь. «Ich habe keinen husten», або «Ich habe schnupfen», но у меня насморк. «Заложен нос», ну, «заложенный нос». «Fershtopfte nase», «Fershtopfte nase», «С вчерашнего дня у меня заложен нос». «Ab gestern», «Ab gestern», «Habe ich vershtopfte nase», «Imeю я» и вот это выражение «Fershtopfte nase». Дальше идем. Итак, «жар» или «высокая температура» – это у нас слово «das Fieber». «Вчера у меня был жар». «Gestern hatte ich Fieber». «Вчера имел я жар», да. Вспомните, как у нас будет глагол «haben» иметь в прошедшем времени. «Hatte». «Ich hatte» – у меня что-то было или я имел. Да, и в этой связке давайте вспомним сразу «я был», например. Как будет? «Ich war». «Ich war». И здесь, смотрите, «hatte» – «ich». «Ich» – это единственное число «я». Если у нас было «wir», то было еще добавляем букву «n». «Hatten wir». «Gestern hatten wir Fieber». У нас вчера была температура высокая. Хорошо. «Temperatura». «Die Temperatur». «Die Temperatur». «У меня вчера была высокая температура». «Ich hatte gestern eine hohe Temperatur». «Eine hohe Temperatur». Пока не уточняем, какая именно, просто высокая, да? А начальная форма «высокая» у нас «hoch». Если согласовано с существительным, будет «hohe», например, женского рода осуществительного. «Die температура», а здесь какая-то «eine hohe». «Понятно, да?» «Вчера вечером была температура, имеется в виду 38,5.» «Hatten abends war»…» «Может здесь добавить «die температура».» «Давайте добавим. «Ware die Temperatur» 38,5. Вот запятая у нас будет «кома». «Есть, да?» «То есть вчера вечером, gestern abends war die Temperatur. Была, кто? «Она», да? «Die температура». «Er sie es, он, она, оно. «Wegel sein» в прошлое время будет «war». И «38,5». Хорошо. Дальше идем. «Мерить температуру». «Die температура messen». Три формы глагола «messen», «messen», «mass gemessen». Для прошедшего времени, да? «Вы мерили температуру?» «Haben sie die temperatur gemessen?» Да, берем третью форму. Gemessen. «Да, я мерил температуру». «Я их habe температу gemessen». «Было 38,5». Скажите. «Температура была 38,5». «Die температура war 38,5». «Еще раз». «Давайте все предложение». «Я вчера мерил температуру, было 38,5». «Гестен habe ich die temperatur gemessen». «Es war 38,5». «С какого времени?» «Seit wann?» «Сколько вы уже болеете?» «Seit wann sind sie krank?» «Сколько уже?» «Виланге» можно сказать. «Виланге sind sie krank?» «С каких пор?» «Виланге sind sie krank?» «Когда начались головные боли?» «Wahn haben sie krank?» 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 дословно. Тоже запоминать применение этого глагола Bekommen. Или может быть вопрос С каких пор у вас болит голова? Имеете вы головные боли? Хорошо. Дальше идем. Лекарства. Ди медикаменты. Ди медикаменты. Принимать лекарства. Ди медикаменты. Ein приставочка отделяемая. Вы принимали какие-то лекарства? Haben Sie irgendwelche медикаменты eingenommen? Какие-то irgendwelche. И einnehmen стоит в третьей форме eingenommen. Вспомним три формы. nehmen. Скажите сами. Немен нам genommen. Третья форма genomen. Но у нас еще приставочка отделяемая ein. Прибавляем приставку ein. Получается ein genommen. Таблетки. Die таблетен антибиотики. Die антибиотика. Если один антибиотик, то будет das антибиотикум. Давайте тоже напишем. Это единственное число. Антибиотикум. Множество наде антибиотика. Хорошо. Сироп от кашля. Der Hustensaft. Что такое Husten? У нас было schnupfen и Husten. Husten это кашель. Saft дословно сок. Hustensaft сироп от кашля. Капли в нос. Die nasentropfen. Таблетки запоминаем. Антибиотики и так в принципе будет понятно если вы услышите в речи. Будет понятно. чтобы вам сказать запомнить антибиотика. Или антибиотикум. Я принимал или принимала антибиотик. Ich habe ein антибиотикум eingenommen. И потом можете сказать какой das heißt он называется das heißt и название. Сироп от кашля да Husten завтра сказали капли в нос die nasentropfen. Хорошо дальше идем. Итак важно ориентироваться понимать что вам скажут относительно дозировки. Дозierung итак принимайте по одной таблетке три раза в день. Nehmen Sie täglich dreimal je eine tablette ein. Ein отделилась да приставка у нас отделяем ein nemen täglich ежедневно dreimal три раза je eine tablette je это по по и количество здесь accusative идет je eine tablette может быть просто nehmen не ein nemen часто очень применяется глагол nemen берите nennen Sie täglich dreimal je eine tablette тоже подойдет пейте сироп три раза в день по одной ложке трinken Sie хустен saft dreimal täglich je ein löfel je ein löfel по одной ложке я думаю здесь будет понятно да значит три раза в день dreimal täglich zweimal täglich einmal täglich должно быть все понятно может быть вариант как после еды после еды например nach dem essen такой вариант может быть vor dem essen перед едой vor dem essen vor dem essen oder nach dem essen да хорошо я думаю с этим понятно значит запомните je ein löfel да по ложке je eine табlette по таблетке идем дальше простуда die erkältung все знаете слово kalt да холодный kalt а здесь именно вот такая производная существительная erkältung erkältung простуда то есть заболевание которое вы получили от того что переохладились простудиться sich erkelten возвратный глагол sich erkelten если мы строим прошедшее время да там вы простудились он простудился или я простудился у нас вспомогательный глагол при построении перфекта будет всегда haben если возвратный глагол основной то есть есть sich глагол sein уже не может быть да то есть вспомогательный давайте скажем я простудился ich habe mich ich habe mich erkältet слабый глагол ты в конце erkältет вы простудились Sie haben sich erkältet Grip Die grippe Grippe Was grippe? Sie haben eine grippe или может быть без артикля Sie haben grippe Kupite эти таблетки от Grip Kaufen Sie diese таблетки gegen grippe Внимание gegen grippe gegen отдельно означает против в контексте с лекарством каким-то это будет означать что-то против чего-то вернее от от гриппа здесь логика понятна против гриппа Kaufen Sie diese tabletten gegen grippe gegen erkältung и так далее значит erkältung простуда grippe дальше выписывать verschreiben verschreiben писать просто schreiben да а выписывать verschreiben я выпишу вам лекарство от грипп ich verschreibe ihnen медикаменты gegen grippe есть да вам ihnen я выписал вам рецепт ich habe ihnen ein рецепт verschrieben 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 geschrieben г префикс у нас этот г выпадает если у нас не отделяем приставка фр у нас не отделяем приставка verschrieben ich habe ihnen ein рецепт verschrieben что вы мне выписали вопрос was haben sie mir verschrieben was haben sie mir verschrieben а как вы скажете какое лекарство вы мне выписали здесь вы можете применять несмотря на то что в русском языке лекарство как единственное слово вы можете применять существительно во множественном числе немецкие существительные медикаменты то есть какие лекарства будут дословно итак спросите какие лекарства вы мне выписали welche медикаменты haben sie mir verschrieben еще раз welche медикаменты haben sie mir verschrieben отлично окей хорошо давайте сейчас послушаем несколько аудио на тему на эту тему да и первое аудио возможно вам будет непонятно одно слово которое сейчас я переведу это это страховка это там будет слово то есть карта страхования медицинского страхования хорошо в остальном должно быть все понятно сейчас слушайте внимательно и потом попробуйте потом мы разберем этот диалог есть да в принципе здесь должны все слова быть вам знакомы чувствовать себя да этот глагол у нас был из предыдущей темы по спорту чувствовать себя хорошо и здесь вот человек говорит что звонит и говорит что я хотел бы записаться на прием да да и говорит я чувствую себя нехорошо в принципе должно быть все понятно но тем не менее если вы что-то не поняли мы сейчас разберем этот диалог итак посмотрите практик доктор доктор фанка виола вас каник фьюзи тун что могу я для вас сделать да стандартный вопрос вас каник фьюзи тун гутен моген май нами из айгна моя фамилия айгна и фуле мих не гуд чувствую себя нехорошо я хотел бы прием у нас было выражение когда мы говорили о приемах встречах здесь тоже абсолютно подойдет это можно сказать просто по-разному окей бай да фрау здесь артикль не нужен бай дэр фрау или бай дэм хэр доктор да просто бай фрау доктор бай хэрн n там еще добавляется бай хэрн доктор и так далее heute ist die praxis voll voll обозначает полный помните как у нас был вариант когда мы говорили что сегодня нету времени для приема давайте вспомним heute sind keine termine frei heute sind keine termine frei и второй вариант который вы можете услышать если это частная клиника да praxis это частная клиника heute ist praxis voll то есть все занято aber morgen um 8.30 können Sie kommen завтра в 8.30 вы можете прийти morgen ist Dienstag das ist gut это хорошо это завтра вторник это хорошо also bis morgen 8.30 Herr Aigner таким образом до завтра bis morgen до 8.30 господин Aigner и принесите вашу bringen Sie ihre versicherungskarte mit на что здесь обращаем внимание на глагол mitbringen это приставка которая отделилась вот отсюда да была mitbringen приносить с собой mitnehmen брать с собой mitbringen приносить с собой mit отделилась und bringen Sie ihre вашу versicherungskarte карта медицинского страхования надеюсь здесь все было понятно давайте еще раз послушаем давайте я уберу текст и вы попробуйте еще раз прослушать и я уверен вы поймете гораздо больше праздновать праздновать Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я думаю, что здесь речь идет, что я записался на прием. Я думаю, что здесь какая-то сокращенная форма. Именно в значении, что я записался уже на прием. То есть... Моген, это сокращенно от... Моген, Моген. Моген, Хэр Айгна. Варен Си ин дизем кварталь шонмаль бай унс? Были вы, да? Посмотрите. У нас была форма ВАР, которую мы уже знаем. Их вар, я был там-то и там-то. А здесь Си один человек вежливая форма. Поэтому еще добавляется ЭН ВАРЕН СИ. Варен Си. Уже у нас. Были вы в этом квартале уже у нас? Варен Си. Тогда мне нужна И бхауха, да, это мне нужно Тогда Помните, что дан не только потом Но также и тогда Тогда мне нужна ваша Карточка медицинского страхования Хиабите Мусихватен Должен я ждать Ну вот она, да, хиабите Вот эта карточка А я должен ждать И здесь смотрите Помните, что было в диалоге? Конечная фраза какая была Попробуйте ее вспомнить Смысл был в том, что нет Человек, этот вот господин Айгер Не должен ждать И сразу же должен Может зайти в кабинет У вас была такая фраза Nein, sie können gleich ins Als sie mehr gehen То есть Я должен ждать Мусихватен Nein Нет А вы можете Gleich Сразу же Вы можете сразу Идти Да Ins artzimmer В комнату врача Inns Это In das Куда In требует Вопроса Где Ли Куда У нас Куда Куда Значит Акузатив Значит Das artzimmer Комната врача Ставим В акузативе Она так и остается Das In das artzimmer Сокращенно Inns Artzimmer А здесь Какой у нас Вариант Я Аба Нicht Ланга То есть Я должен ждать Мусихватен Я Аба Нicht Ланга Но Недолго Hier ist Ира Карта Вот Ваша Карта Как вы переведете Вы Можете Им Вата Цима Вартен Это Ждать Да Цимар Комната Комната Ожидания По сути Да Вы можете В комнате Ожидания Пляц Нем Что это Пляц Нем Сесть Пляц Нем Садиться Один из вариантов Пляц Место Нем Брать Взять Не место Да Хорошо Хорошо Давайте еще раз Послушаем Вот таким образом Сто процентное понимание Здесь сейчас у вас Уже Должно Быть Окей Хорошо Хорошо И Сейчас мы Послушаем Третий Диалог Но Перед этим Мы Проясним Одно Выражение Значит Там Будет Выражение Которое Звучит Как Krank Schreiben Krank Schreiben Это Выражение Обозначает Выписывать Больничный Выписывать Больничный Например Если Вам Доктор Выписывает Больничный На Та 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 Он Говорит Их Schreiben Sie Krank Ich Schreiben Sie Krank Ich Schreiben Sie Drei Tage Krank То есть Кранк Играет Роль Приставки Которая Отделяется Идет В Конец Я Пишу Вас Ich Schreiben Sie Drei Tage Krank Или 4 Tage Krank Понятно Да То есть Я Пишу Вас Три Дня Больной Или Больным Да Вот Такое Выражение Хорошо Слушайте Внимательно Дальше Дальше Уже было Немножко Сложнее Чем Два Предыдущих Более Длинный И здесь Было Много Достаточно Слов Хорошо Давайте Разберем Этот Диалог Итак Начинаем С вопроса Гуден Дах Агне Вас Фэльт Йен Дэн Да Вас Фэльт Йен Дэн Как это Переводится На Что Жалуетесь Да Я Вам Говорил Дословно Это Что Мне Хватает Вас Фэльт Йен Дэн Гуден Дах Фау Доктор Их Хабе Зай Зай Таг Фиба Вот это Вот Зайт Это Уже 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 Два Дня Зайт Свайтаген Фиба Можно Сказать Шон Шон Свайтаге Но Если Что-то Началось Вот Некоторое Время Назад Как правило Говорится Зайт Плюс Датив Почему Я говорю Датив И как Оно Здесь Отражается Да Потому что Дни У нас Будет Таге Таге Зайт Датив Значит Дни Таге Нужно Поставить В датив Множественное Числа А к Существительным Датива Множественного Числа Прибавляется Всегда Н Если у них Первоначально Это Н Нет У Существительным Таге Его Нет В начале В номинатив Зайт 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 Уже Два Года И так Далее Зайт 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 Уже Два Часа У меня Уже Два Дня Температура Высокая Жар Унд Майн Хальз Тут Мия Вэ Как Переводится И Майо Горло Майн Хальз Тут Мия Вэ Болит Горло Одно из Выражений Которое У нас Было Тут Мия Вэ Заган Зималь А Скажите Заган Заган Говорить Сказать Говорить Не путаем Шпрехен Шпрехен Это Разговаривать На языке В основном Каком-то Да Заган Сказать То есть Скажите А Ваше Горло Ганс Рот Ганс Это Совсем Абсолютно Совсем Красное Хустен Зималь У нас Было Хустен Как Существительное Кашель Дэ Хустен Это Может Быть Так же Как Глагол Кашлять Хустен Зималь Покашляйте Хустен Зималь Господин Айген Кашляет И Спрашивает Факт Это То же самое Что Шлехт Есть Это Плохо На первом месте Ист Ист Шлим Ист Шлехт На Я Ну да На Я Зималь У вас Простуда Я Выпишу Вам Рецепт Как видите Может быть Их Шрайба Или Их Вершрайба И так И так И так И так Может Быть Вопрос Когда От своего От своего Лиц Вы Говорите Дюрф Меняется На ДАВ Вопрос Здесь ДАВ Их Я Могу То есть Я имею Право Раухен Курить Не разрешено Неин У Си Дюрф Аух Кэйн Алкоголь Тринькен Нет И Вы Вам Нельзя Си Дюрф Аух Кэйн Как отрицание Что вам Нельзя Вы Не Можете Да Вы Также Не Можете Пить Алкоголь Красиво Переводим Что вам Нельзя Пить Алкоголь И Шрайба Си Айне Вор Кранк Помните Говорил Кранк Шрайбен Это Выписывать Больничный Кранк Прошел В конец Если Я Выпишу Больничный На Четыре Дня То И Шрайба Си Фир Таги Кранк И Приходите Пожалуйста На Следующей Неделе Нексте Воше Вида Снова Я Маха Их То есть Я Сделаю Это Да Приду Данке Фау Доктор Ау Вида Зин Спасибо Госпожа Доктор До свидания Гуте Бессерунг Хэр Айгна Гуте Бессерунг Выздоравливайте Это Выражение Запоминайте Гуте Бессерунг Хорошо Слушаем Еще Раз Окей Отлично Я думаю Я думаю Сейчас Все Понятно И У вас Что важно Уже на слуху Некоторые фразы Как Некоторые фразы И так далее Да Что у нас еще Как Покашляйте Хустен Зималь Да Экельтунг Простуда Я выпишу вам рецепт И вы можете спросить Что я могу Что-то там Делать Да Дарф Их Раухен Дарф Их Алкоголь Тринкен И так далее Хорошо И Выздоравливайте Гуте Бессерунг Отлично Хорошо Теперь давайте Потренируемся Самостоятельно Как вы скажете Что У меня У вас Спрашивают Да У вас Фельд Инден Да Ну что жалуетесь Вы говорите У меня Высокая Температура У меня Высокая Температура И Сильно Валит Горло Давайте скажем Значит У меня Высокая Температура Можно сказать Просто Дословно Высокая Температура Можно сказать У меня Жар Да Давайте Сначала У меня Жар А если У меня Высокая Температура Хорошо Хорошо Теперь У меня Сильно Болит Горло Вам Нужна Структура Следующая Моё Горло Сильно Болит Мин Мин Хальс Тут Мир Ве Ещё раз Мин Хальс Тут Мир Ве Есть Да Другой вариант Как можно сказать Со словом Боли Я имею Боли В горле Я имею Я имею Боли Я имею Есть Хорошо Вас Могут Спросить Стоит Ван Хабен Си Хальс Шмер Если Что-то У вас Болит Например Неделю Как вы Скажете Сайт Напомню Требует Датив После себя Одна неделя Айне Вохе Айне Вохе Значит Сайт И айне Вохе Вставим В дативе Айнер Вохе Сайт Айна Вохе Мин Хальс Тут Мир Ве Сайт Айна Вохе Хорошо Окей Я докторе вас спрашиваю Например Вы пришли утром Вы говорите про вчера Что у вас была температура И Я спрашиваю Какая у вас была вчера температура Отвечайте Antworten Sie Например Пускай будет 39,2 У меня была температура 39,2 Еще раз все предложение Самостоятельно Ich hatte Температура 39,2 Посмотрите Ich hatte Я имел температуру Ich hatte 39,2 Окей Ich frage Sie weiter Я вас спрашиваю дальше Haben Sie heute температуру gemessen? Вы сегодня мерили температуру? Скажите Да Я сегодня мерил температуру Я Ich habe heute температуру gemessen Она была 37,5 Sie war 37,5 Еще раз Sie war 37,5 Посмотрите Есть Есть, да? Хорошо Окей Я спрашиваю вас дальше Вы принимали что-нибудь? Haben Sie etwas Eingenommen? Haben Sie etwas Eingenommen? Вы скажите Да Я принимал Парацетамол Парацетамол Так и будет Я принимал Парацетамол Ich habe Парацетамол Eingenommen Ich habe Парацетамол Eingenommen Есть, да? Хорошо Ich sage Ihnen Ich schaue Ihnen ein Rezept Я выпишу вам Rezept Вы можете сказать, что Вы можете спросить У меня Грипп Два варианта Есть Это Грипп Или Имею Я Грипп Ист Es Eine Гриппа Ист Es Eine Гриппа Или Я Имею Грипп Хабе Ich Eine Гриппа Например Доктор Он Говорит Нет Это Простуда Как Он Скажет Nein Das Es Eine Erkältung Das Es Eine Erkältung Das Es Eine Erkältung Хорошо Ok Я Говорю Ich Ich Schreibe Ihnen Einen Hustensaft Für Ihren Hals Hals Ich Schreibe Ihnen Einen Hustensaft Für Ihren Hals Я Я Выпишу Вам Сироп Сироп Einen Tabletten От Простуды Против Простуды Да Gegen Erkältung Еще раз Самостоятельно Ich habe Ihnen Tabletten Gegen Erkältung Ok Как бы Доктор Сказал Принимайте Таблетки Ежедневно Три Раза В день По Одной Принимайте Три Раза В день По Одной Таблетки Вот так Принимайте Три Раза В день По Одной Таблетке Нем Sie täglich Ежедневно Нем Sie täglich Dreimal По Одной Таблетке Je Eine Tablette Еще Раз Нем Sie täglich Dreimal Je Eine Tablette Ne Nemen Sie Täglich Dreimal Je Eine Tablette Есть Да А вы Например Хотите спросить Сколько Мне Как Часто Принимать Мне Сироп Под кашлям Как вы Спросите Wie oft Как часто Должна Я Или Должен Я Тринкен Тринкен Лучше Нем Еще раз Wie oft Muss ich Den Hustensaft Nehmen Есть Да Хорошо Доктор Говорит Что Пейте По Одной Ложке Три Раза В день Тринкен Си Е Айнен Лёфел Е Айнен Лёфел Три Раза В день Драй Маль Тэглич Драй Маль Тэглич Еще раз Все Предложение Тринкен Си Е Айн Лёфел Драй Маль Тэглич Еще раз Тринкен Си Е Е Е Лёфел Драй Маль Тэглич Атлично Разобрались Да Хорошо Ich Саг Ihnen Wie Ein Доктор Ком Си Вида In Вьер Таген Ком Си Вида Вьер Таген Что это Обозначает Приходите Снова Через Четыре Дня Ком Си Вида Ин Драй Таген Ин Фиа Таген Через Какой-то Промежуток Времени У нас Ин Предлог Ин Да И Датив Датив Здесь Вот окончание Н У существительных Это Обозначает Что Оно Стоит В Дативе Множественное Числа Ин Фиа Таген Можно сказать Приходите Снова На Этой Неделе Как это Будет Ком Си Вида Дизе Вохе Эта Неделя Дизе Вохе Ин Не Нужно Говорить На Этой Неделе На Этой Неделе Это Будет Просто Эта Неделя Еще Раз Приходите На Этой Неделе Ком Си Дизе Вохе Или Приходите На Следующей Неделе Если Это Вы Пришли Например В середине Недели Приходите На Следующей Неделе Ком Мнзи Вида Нексте Вохе Нексте Вохе Нексте Да Нексте Вохе Три Буквы С Х С Читаются Кс Нексте Вохе Хорошо Что вам скажет Доктор Как он скажет Выздоравливайте Гутебесарунг 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 Выздоравливайте Хорошо Теперь давайте рассмотрим Несколько Текстов Небольших И посмотрим Как вообще Выглядит Это выражение Да Окей Давайте Прочтем Первый текст Следующий Господин Вондрак Чувствует Себя Нехорошо Он работает 14 часов В день Может быть Протаг Может быть Амтаг Помните выражение Кранк Это Выписывать Больничный Кранк То есть Как будто Пишет Его Больным Да Врач Дэ Аст Шрайбт Ин Его Два Тага Три Дня Кранк Больной Вондрак Он чувствует Себя Нехорошо Дэ А Шрайбт Ин Трай Таги Кранк Да И Может быть Можно еще Запомнить Что Например Доктор Можно сказать Вы должны Отдыхать Да Как можно Больше Вы должны Отдыхать Окей Второй Текст Вау Байер Хат Сайт Айна Вохе Шнупфен Унт Хустен Госпожа Байер У нее Да У госпожи Байер Сайт Айна Вохе Как вы Переведете Сайт Айна Вохе Уже Неделю Да Шнупфен Унт Хустен Насмарк И Кашель Дэ Аст Верх Верх Хустен Сафт Врач Выписывает Сироп От Кашля Хустен Сафт Вау Байер Мус Фил Триньки Понятно Да Должна Много Пить Си Дарф Нич Швим Гейн Как это Переводится Си Дарф Нич Она Не Может Дословно Да А красиво Мы переводим Ей Нельзя Швим Гейн Ходить Плавать Си Дарф Нич Швим Гейн Понятно Да Окей И Дэн Летстен Текст Тобиас Тобиас Хат Фуцбал Гешпилт Тобиас Играл Футбол Да Йетс Туд Сеин Байн Ве Вас Ис Дас Байн Нага У него болит Нага Ди Эрстен Фэшрэйбт Эйне Шпорт Сальбе Врач Выписывает Спортивную Мась Шпорт Сальбе Сальбе Запоминайте Сальбе Ди Сальбе Эта Мась Тобиас Мусс Сеин Байн Драймаль Теглих Эйн Райбен Тобиас Тобиас Должен Эйн Райбен Натирать Свою ногу Три раза В день Ежедневно Эйн Райбен Эр Дарф Кайн Шпорт Махен Я думаю Это понятно Ему нельзя Эр Дарф И отрицание Кайн Ему нельзя Ему нельзя Заниматься Спортом Хорошо Запоминайте Нага Сальбе Мась Ди Сальбе И Эйн Райбен Натирать Эйн Райбен Хорошо Давайте еще Потренируемся Самостоятельно Итак Давайте Самостоятельно Скажем Следующее Я чувствую Себя Нехорошо Их Фюле Мих Них Гут Еще Раз Их Фюле Мих Них Гут Есть Да Можно Сказать Них Воль Них Воль Воль Вот так Тоже Можно У меня Нет Температуры Скажите Температура У нас Ди Температура Значит Отрицаем Каким Образом Во-первых Отрицание Будет Кайн И еще Прибавляется Кончание Э Потому что Это Женский Род Такое Кончание Э Прибавляется Когда У нас Согласовывается Кайн С существительными Любого Рода Во множественном Числе Итак У меня Нет Температуры Их Хабе Кайне Температура Их Хабе Кайне Температура Давайте Скажем Но У меня Сильно Болит Голова И Грудь Но У меня Сильно Болит Голова Можно Сказать Что У меня Есть Сильные Головные Боли Можете Так Сказать Абе Ихабе Штарке Копфшмерцен Абе Хабе Штарке Копфшмерцен И у меня Также Сильно Болит Грудь Давайте Скажем Теперь Другим Способом И Моя Грудь Делает Мне Сильно Больно Вот так Дословно Да Грудь Как Будет Ди Бруст Ди Бруст Моя Грудь Май Нэ Бруст Женский Род Да Ди Бруст Значит Включение У майн Будет Тоже Э Майн Бруст Дальше Вот Майн Бруст Тут Мия Зэр Вэ Вот Таким Образом Не смотрите На презентацию Сами Скажите У меня Сильные Головные Боли И У меня Сильно Болит Грудь Ещё раз И быстрее Отлично Давайте спросим Я простудился Или у меня Грипп Как будет Простужаться Сих Экэльтен Да Спросите Я простудился Хабе Их Миш Экэльтет Славый Глагол Ты в конце Да Хабе Их Миш Экэльтет Или У меня Грипп Уда Хабе Их Аня Грипп Ещё раз Самостоятельно Я простудился Или у меня Грипп Хабе Их Миш Экэльтет Ода Хабе Их Аня Гриппа Есть Да Хорошо Врач Обычно Слушают Врачи Лёгкие И так далее Он Может сказать Следующую фразу Машен Машен Оберкерп Фрай Машен Си Оберкерп Фрай Керпер Это тело Обер Это верхняя часть Машен Си Оберкерп Фрай Это Поднимите Да Вот одежду Я вас Послушаю Здесь Примерно Так Можно перевести Конечно Это Недословно Но Смысл Такой Машен Си Оберкерп Фрай Есть Да Хорошо Врач Послушал Вас И говорит Вы Простудились Как Он Скажет Си Хабен Си Хэльтет Си Хабен Си Хэльтет Или Машен Сказать У вас Простуда Си Хабен А Э 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 Я Выпишу Вам Лекарство Я Шрэйбэ Ин Медикамэнте Я Шрэйбэ Ин Медикамэнте Я Вер Шрэйбэ Ин Медикамэнте Принимайте Эти Таблетки Два раза В день По Одной Штуке Принимайте Эти Таблетки Неймэнзи Ди Зэ Эти Ди Зэ Таблетен Неймэнзи Ди Зэ Таблетен Два Раза В день Два Раза По Одной Таблетки Зваймаль Е Айна Таблет Давайте Еще Раз Принимайте Таблетки Два Раза По Одной Таблетке Неймэнзи Ди Зэ Таблетен Зваймаль Е Айна Таблет Тэглих Да Можете Еще Добавить Неймэнзи Ди Таблетен Зваймаль Тэглих Е Айна Таблет Посмотрите Хорошо Купите Также Мазь И Натирайте Грудь Как Это Будет Мазь Ди Зальбе Ди Зальбе Купите Также Мазь Конкретная Мазь Здесь Определен Артикль Купен Си Ди Зальбе Или Дизе Зальбе Эту Мазь Он Говорит Он Показывает Название Купен Си Дизе Зальбе И Натирайте Грудь Как Будет Натирать Айн Райбн Натирать Айн Райбн И Натирайте Грудь Райбн Си Ди Бруст Айн Райбн Си Ди Бруст Айн Райбн Си Райбн Си Райбн Приложение Еще раз Купите Также Купите Мазь И Натирайте Грудь Купен Си Купен Си Auch Дизе Си Зальбе Утрибн Си Ди Бруст Айн Купен Си Дизе Сарбе Утрибн Си Ди Бруст Айн Итак Купен Си Дизе Сарбе Утрибн Си Бруст Айн Айн, да, можно Die Brust. Окей, хорошо. Вопрос следующий. Вам нужен больничный? Помните, у нас выписывать больничный было? Это было у нас Кранкшрайбен, да? Кранкшрайбен. Мы можем сделать из этого существительное. Die Krankшрайбунг. Это и будет больничный. Die Krankшрайбунг. Могут быть какие-то варианты, но вот один из них. Итак, вам нужен больничный? Помните, как будет нуждаться глагол? Браухен. Нуждаетесь вы в больничном? Аккузатив. Итак, brauchen Sie die Krankшрайбунг? Браухен Sie die Krankшрайбунг? Скажите, да, мне нужен больничный. Я и баууе Кранкшрайбунг. Он может доктор сказать, я выпишу вам больничный на 4 дня. Я выпишу вам больничный на 4 дня. Как это будет звучать? Ich schreibe Sie viel Tage. В конце что? Кранк. Еще раз, и быстрее. Ich schreibe Sie fir Tage krank. Ich schreibe Sie vier Tage krank. Окей, хорошо. Повторили, да? И выздоравливайте. Как будет? Гуте бессерунг. Хорошо. Увидимся уже в следующем уроке.